Мусорский написал свой цикл, вообще-то он был феноменальный, просто самый лучший, мой самый любимый оперный композитор. И у него все, и в фортепианной музыке, у него не очень много, он был замечательный пианист, но в фортепианной музыке он написал сравнительно немного, и картинки в своей статье, это единственное, что действительно вошло в мировое репертуар. И тут очень много от его опер. Язык у него, музыкальный язык и фортепианный язык, как он выражает себя на рояде, он был замечательный пианист, это что-то уникальное. Потом это подхватил у него Шостакович, например. То есть невероятный лаконизм, буквально несколькими нотами он может создать совершенно необычайное звучание, которое уносит нас в какие-то далекие миры. Оно невероятно выпуклое, невероятно многограммное и создает совершенно уникальную звуковую атмосферу вот этими несколькими нотами. Ну, теперь немножечко просто о пьесах. Если вы, конечно, знаете эти пьесы, вы можете почитать в свою почту на телефоне, но я расскажу для тех, кто не знает, что происходит в этом цикле. Значит, он вдохновился, и это, в общем-то, такое музыкальное приношение его другу, художнику Гартману, который умер достаточно молодым человеком, и Мусорский был глубоко тронут, глубоко расстроен тем, что произошло. И вот состоялась выставка произведений художников. И Мусорский пошел на эту выставку. Там были и картины закончены, и эскизы, и декорации Коппером, и всевозможным театральным выступлением. И вот, впечатлившись, под впечатлением этого, Мусорский буквально пришел домой и начал сочинять картинки с выставки. Это картинки с выставки его лучшего друга, его любимого художника. И та потеря, невозвратная, которую он понес в душе со смертью этого художника. Вот первая пьеса называется «Прогулка». И тут мы, конечно, видим просто автопортрет самого Мусорского. Как мы его знаем из картинок, с немножко непричесанной бородой, в общем, такой расслабленный человек с небольшим животиком. И, в общем, он идет по этой выставке, в пятидольном размере, в перевалочку, и он предостерег сразу исполнителя от того, чтобы это не было легкомысленная прогулка. Он написал «Пожалуйста, не весело». Потому что «Олегра», вот этот «Т» по-итальянски, это также означает «весело». Но вот он не хотел эту прогулку, знаете, с американской улыбкой. Он серьезно идет на вот эту выставку. И вот эта вот прогулка будет проходить между разными картинами. Вот как человек приходит на выставку, на вернисаж, и передвигается от картины к картине. И выносит ощущение от увиденного, и которое потом меняется. То есть вот в этом вот невероятная, гениальная идея этого произведения. В общем, начинается прогулка. Потом он идет, и внезапно он видит первую картину. Эта картина называется «Гном». Но «Гном» — это был дизайн для... Как же это называется на открытке? Фармурский? Шелкунчик. Шелкунчик. А, шелкунчик, да. Господи, я думала, щипчики для орехов, да. Ну, шелкунчик — это уже все-таки придумали. В общем, это как раз он нарисовал дизайн для вот этого шелкунчика в виде очень красивого гнома на длинных ногах. То есть вот эти вот рукоятки, которые ему давят орехи. Это оказался вот такой вот страшненький гном. И Мусоргский настолько поразился вот этой идеей, и он рисует дополнительные картины. И там ничего, кроме вот этих вот лежащих щипчиков, нет в виде страшненького гномика, такого тролля. Но мы видим внезапно этого гнома, который оживает перед нами. И он встает, он ходит на вот этих вот страшных лапах. И вдруг у него, вот как Мусоргский умел во все вкладывать душу. И он вкладывает буквально душу. Мы видим за эту минуту, что происходит. И вдруг мы понимаем все отчаяние, всю трагедию вот этого некрасивого гнома, который пытается идти. Он пытается стать человеком, может быть. Он падает, спотыкается. И он все более и более доходит до иступления, до гнева, до бессильной злости. И мы вот слышим все вот в этой маленькой песке. Это просто, вот вы когда заметите, это просто уникальное явление, как это возникает, этот образ. Прямо у нас на глазах из нескольких нот. Потом он выходит от этой картины. И немного более задумчиво он подходит к картине, называющейся «Старинный замок». И это была картина, которая изображала развалину старинного замка. Опять-таки у Мусоргского в голове и в душе возникает совершенно другой образ. Он буквально дорисовывает нотами то, что было не сказано в картине. Мы слышим песни Трубадура, мы слышим совершенно невероятные звучания старинных каких-то провансальных инструментов. Вот эта волынка, которая тянется. Это бесконечная песня, это ночь теплая, средиземноморская. В общем, он переносит нас в какие-то совершенно чужие края. Создает невероятное звучание после этого. Потом он уходит от этой сцены, переходит, опять идет прогулка. И он попадает в Тюрерийский сад, где носятся веселые дети. В общем, это называется «Ссора детей после игры». Ну, Тюрерийский сад находится в центре Парижа. Это даже сейчас. Там можно увидеть, наверное, тех же детей, которых видел художник, и которых представил себе Мусоргский. Это очень хорошо нарядные, приличные дети из такого, из высшего, среднего класса. Они ходят у нас с мамочками, с бабушками, с нянечками. И они очень культурно и хорошо играются. И Мусоргский, который сам не имел детей, вот он написал детский уголок, историю песен. Он настолько понимал детскую душу, вот как она меняется, наивность, непосредственность детей. И тут мы слышим его мастерство в этом. Потому что вот эти дети, которые играют, мы буквально слышим, например, мама, мама. Потому что вот они побежали жаловаться к маме, потому что они что-то не поделились за игрой. И вот это вот нарастает жалоба, эти дети до перебоя жалуются на кого-то. Вот тут все происходит такое. В общем, такое очаровательное детское смятение. И все хорошо заканчивается. И вот тут происходит очень интересная вещь. Между этой и следующей пьесой Мусоргский не имеет никакой прогулки. То есть как будто он перешел, он повернулся взглядом в другой картине. В картине, которая совершенно контрастирует с вот этим вот замечательным буржуазным, аристократическим образом. И вот тут мы видим его социальную позицию, как художника, как композитора. И следующая картина называется «Быдло». И «Быдло» — это польское слово для скота. Это валы, которые тянут тяжелый груз. Там вот такая вот степь и пара валов с тяжелым грузом. Больше ничего нет. Это пустота и степь. И вот это вот тяжелая работа, тяжелая жизнь простых христиан. И он вот эту пьесу, то есть вот эту картину, он включает, правда, как будто, знаете, он переключил телевизионный канал из идиллической красивой картинки, мы видим эту жуть, эту бедность, эту повседневную тяжелую жизнь. Это такой реализм, и перехода тут нет. И что еще даже более ужасное, когда он использовал, когда он придумал вот этот мотив, который идет не там-пам-пам-пам, для изображения того, как движется с натугой, как скрипит эта повозка, он использовал шеворот-навыворот ту же тему, которая была в детях, в которой пели «Мама-мама-мама-пам-пам». То есть это буквально происходит в том же ритме, это производит совершенно шокирующее впечатление сейчас, но представьте, какое это впечатление производило на современников мусорского, какой шок, и как они понимали, что он хотел сказать этим. После такого ужаса эта прогулка его, то есть переход от леса к лесу звучит совершенно в другом ключе, и она настолько печальная, то есть это буквально его, это уже не просто прогулка, это его комментарий на вот эту вот страшную, на тяжкую жизнь народа. Он не мог умолчать, он должен был что-то сказать. После того, как это проходит, в момент, вдруг наступает внезапное веселье, то есть он останавливается по пути, когда он говорит, что он думает об этом, внезапно он видит новую картину. И он останавливается на полусловие, и начинается, пожалуй, самая веселая пьеса из этих – это балет «Не вылупившееся птенцов». И на картине была зарисовка костюмов к балету, к театральному балету, который буквально, эта сцена должна была так и называться, это буквально желтые птенчики, цыплятки, которые еще имеют скорлупки на головах, они бегают, прыгают и пищат, и чирикают, дерутся между собой, но все это еще «Не вылупившееся птенцов». Это совершенно юмористическая, просто замечательная пьеса. После этого опять контраст, опять без остановки. Он показывает следующую сцену, это две картины Хартмана, которую Мусоргский объединил в одну пьесу. Было нарисовано богатые евреи, это все, как он делал зарисовки в Польше в то время. Был нарисован человек шикарный, меховой шапки, очень псороги, потому что рисовал Рембрандт, например, в Амстердане, тоже рисовал богатых евреев. И это один человек, а другой это такой дедушка в кепке, который сидит с палочкой на заваленке, совершенно несчастный. И вот это был бедный еврей. И Мусоргский поставил их вместе. Опять этот социальный контраст, этот социальный комментарий. Он показывает вот это вот богатство, напыщенность, важность, самовлюбленность. И вот этот вот бедный дедушка, который, может быть, просит подаяния у этого богатого человека. И вот этот вот жалобный голос, очень тоскливая песня, которая создается, это тоскливый мотив. И вот когда мы слышим эту песню, опять-таки, вы знаете, как музыка, она смотрит в будущее, музыка общается с нами как современниками, хотя он написал ее очень давно. И у Мусоргского были, в общем-то, нелегкие такие отношения, в общем, у него были какие-то чисто в письмах, и вообще он был до какой-то отчасти антисемитным. Но, как композитор, как гений, во-первых, в музыке этого не слышно, а во-вторых, когда мы слушаем эту музыку сейчас, и знаем, что произошло в истории, между тем, как Мусоргский написал эту музыку и сейчас. И мы знаем, что вот эти вот, те же польские евреи, может быть, их внуки, правнуки, и неважно, были они богатые или бедные, они все практически были гарантированы погибнуть в концентрационных лагерях в Порше. Неважно, были они богатые или бедные. В общем, после этого, это как раз середина цикла. После этого возвращается первоначальная прогулка, как будто он берет отдых, он немножко впечатлился, опять длинная прогулка, он отдыхает, и теперь начинаются новые впечатления, новые картины. Следующая картина, опять картина заморская, французская, и дело происходит на рынке в Лимозе. И тут он выглядит, в общем, таким женоненавистником, потому что на рынке были изображены просто, это была зарисовка французских крестьянок, которые принесли продавать продукцию на яблоку. Ну, Мусоргский вкладывает сюда свое значение, в общем, он устраивает, показывает настоящих таких сварливых баб, которые перекрикивают друг друга, они не могут остановиться, рассказывать новые сплетни. В общем, это совершенно такой веселый юмор, но очень такой ядовитый, достаточно, я бы сказала. И после вот этой вот пьесы, когда происходит, внезапно наступает вот этот обвал, тут нет ни прогулки, это самое темное место. И вот следующие две пьесы, это «С мертвыми на мертвом языке», это он внезапно вспоминает горечь утраты, горечь утраты своего друга. И вот эта тема прогулки, она совершенно измененная, и она просто в каком-то фантасморагическом совершенно свете. Это что-то ужасное, там он рассказывает, он дает комментарий, что это катакомбы, черепа внезапно засветились, в общем, такое что-то совершенно сюрреалистическое. И вот эта вот прогулка совершенно изменилась, то есть это его внезапное осознание потери. Это совершенно у нас куда-то уводит в бездну, в пропасть. И потом, после вот этого потрясения, как бы он приходит в себя и начинается новая картина. Мы видим новую картину, это избушка на курьих ножках. Катман сделал зарисовку часов, стенных часов с кукушкой, как мы знаем, но они были в виде избы на курьих ножках, и, по-видимому, оттуда должна была вылетать баба-яга вместо кукушки. В общем, вот такая вот веселая вещь. И он, конечно, изобразил бабу-ягу на все 100%. Там и полет на метле, и очень дикий, и дьявольский хохот, и все. Это невероятно зажигающая пьеса энергетическая, такая дьявольская по-настоящему. И она переходит в последнюю, самую знаменитую пьесу цикла – это «Богатырские ворота». Это опять был дизайн постройки богатырских ворот в Киеве. Ну, по-видимому, он не состоялся, я не знаю, состоится ли он когда-нибудь. Может быть, когда-нибудь в будущем, но это тема для другого концепта. Но вот он создает, потому что эти богатырские ворота, вот сам дизайн был в виде кокошника, там богатыри рядом, естественно, с двуглавым орлом на руку, поэтому я говорю, что вряд ли их построить сейчас. В общем, полная, чудесная, древняя Русь. И Мусорский устраивает здесь настоящий колокольный перезвон. Так, не шуточный. Это буквально повторяет сцену из Бориса Гуднова, скажем. Но, конечно, у Бориса Гуднова там есть и колокола, там есть настоящие инструменты, а у нас есть только раян. И вот Мусорский буквально несколькими нотами превратил в рояль в царь колокола. Вот что вы хотите? То есть колокола тут совершенно невероятные. И вот пьеса заканчивается вот этим вот безумным, роскошным, радостным, переливчатым перезвоном. Просто оставляет такой душевный подъем. Итак, я перейду, собственно, к фортепианной игре. Сейчас выключу микрофон. И сейчас начну услышать картинки с выставки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я должна выключить штуку. Блонинка нажимает на тук-тук. Все. Все. Хотите пуфик? Оттеней. Пожалуйста. Я пугаю. Да ну, садитесь поближе. Ну, правда. Так давайте. Пуфика так. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГО PP Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!